С пяти часов утра четверга в Норильске объявляется штормовое предупреждение по ветру. Погода испортится. Ожидается порывистый ветер, снег и метель. Вот такой будет предпраздничный мартовский день. Коммерческий маршрут номер 35 до КРК наможет уйти с линии с 1 июня. Завершить работу пожелал сам перевозчик. В последнее время у него возникали трудности. Как пояснил начальник отдела транспорта Павел Пескунов, предприятие должно было выпускать на линию 7 автобусов ежедневно. А по техническим причинам выходили 5-6. По закону перевозчик должен отработать еще 60 дней после объявления об уходе. Организация взяла еще дополнительное время. Муниципалитет объявит конкурс на нового перевозчика в апреле-май. Заявится ли он на конкурс, мы сейчас не можем сказать. Это будет известно только, когда мы скроем конверты с заявлениями при проведении конкурсной процедуры. То есть он может и сам заявиться на этот конкурс. Закон это не запрещает. Может он передать свой транспорт другому перевозчику, который выйдет на данный маршрут. Но в любом случае, да, у нас есть информация о пассажиропотоке. И мы понимаем, что у нас будет фактически не осуществляться перевозки 5-7 машинами, в том числе в пиковое время. Это будет дополнительно рассмотрено. На 19-м километре трассы на рельс Толнах полным ходом идет ремонт водопропускного сооружения. Работы ведутся круглосуточно, ведь автотранспорт курсирует по объездному маршруту. Почему ремонт начали в минусовые температуры и что сейчас происходит между турбазой «Три богатыря» и мостом через реку Толнахскую, расскажет Александра Молодцова. Вот так сейчас выглядит обычно оживленный участок дороги перед мостом через реку Толнахскую. На проезжей части целые горы грунта, а вместо вереницы машин – бульдозер, экскаватор и самосвал. Эта троица занимается разработкой грунта. Идет подготовительный этап. Чтобы начать демонтаж старой трубы, до нее еще нужно добраться. Сколько прослужило старое водопропускное сооружение, начальник технологического отдела Норильск-Автодора сказать затрудняется. Никакой документации нет. Трубу обнаружили специалисты в ходе подготовки к третьему этапу реконструкции дороги Норильск-Толнах. Просевшая и засыпанная грунтом, она уже не выполняла своих функций, то есть не пропускала воду. Решили ставить новую гофрированную. Увеличенного диаметра, во-первых, она. А во-вторых, гофрированные трубы, они в эксплуатации, они не так давно, можно сказать, применяться стали. И выдерживают больше нагрузки из-за гофры, из-за своей, что они неровные. Работа закипела в ночь со 2 на 3 марта. Самое время для начала такого ремонта. Минусовые температуры только на руку. Да и времени на усадку грунта будет предостаточно. К укладке асфальта приступят только в июле-августе. Это именно самый благоприятный момент, потому что водопритоки у нас озера, реки замерзшие. То есть можно удобно вскрыть дорожное полотно, выполнить все необходимые работы и произвести обратную засыпку. Замена водопропускных сооружений ведется по муниципальному контракту на ремонт автодороги Норильск-Толнах. 9 уже поменяли, осталось 2. Это перед въездом в Толнах и то, что в районе ЖД моста рядом с Норильском. Но там работы уже не такие масштабные. Завершить ремонт водопропускного сооружения на 19-м километре планируют к 17-му апреля. Пока же весь автотранспорт ездит по объездной и автодороге на маяк. Стоит отметить, норильчане отнеслись к временным трудностям с пониманием. У нас выбора другого нету, поэтому люди, которые ездят ежедневно в Норильске, может более ощутимо, так как мы в основном в Толнахе находимся. Поэтому не настолько это значительно. Будем терпеть, но это все во благо нам. Масштабная реконструкция автодороги Норильск-Толнах закончится уже в этом году. Срок окончания работ 31 августа. Александра Молодцова, Андрей Казак, Вести, Норильск. В Норильске продолжается большая уборка. Дорожные и коммунальные службы расчищают автодороги и дворовые территории. Работы хватает. Как с вывозом снега справляются управляющие компании, расскажет Елена Степаненко. Работа кипит во дворе Комсомольской, 28, снегоуборки. Задействованы погрузчик и три самосвала. В день специалисты муниципальной управляющей компании наводят порядок в пяти-шести дворах. Производственный план очистки составляется на год. Кроме того, есть и помесячные планирования. Наши жители могут ознакомиться с ними на сайте управляющей компании. Формируются они из особенностей дворовых территорий. Дворы есть менее заметаемые, есть более заметаемые дворы. Также данные графики корректируются в течение года в зависимости от обращения граждан. Зима в этом году выдалась снежная, добавляет Павел Беляков. Работы очень много. Если за 8 месяцев 2018-го вывезли 114 тысяч тонн снега, то только за два месяца этого года уже 20 тысяч. В первую очередь коммунальщики расчищают подъездные пути, чтобы к жилым домам смогли подъехать автомобили экстренных служб и транспорт рекоператора. Часть снега вывозят, часть складируют. Сейчас горы снега практически в каждом дворе, и многие жители этим недовольны. Часто спрашивают, почему после каждого снегопада нельзя убирать все сразу. Ответ прозвучал на общей городской планерке. Договором управления предусмотрено, что в октябре, ноябре, декабре вывозится 10% снега. Начиная с января по марту 15% снега. И соответственно уже в апреле и мае это 25 и 30% снега. Именно за такой объем вывоза снега и платят жители города стопроцентная очистка обошлась бы слишком дорого. За три дня до предполагаемой уборки на подъезды всех домов вывешивается объявление с указанием точной даты, когда будет происходить очистка территории. Здесь же просьба ко всем автолюбителям убирать лишний транспорт, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В этом дворе снегоуборке ничего не помешало. Коммунальщики справились быстро. Результатом их работы жители оставились довольны. Сейчас комфортно убирают, хорошо сейчас. Большие тракторы они чистят хорошо, они вывозят много метров, мне кажется, снега. За работой управляющих компаний следят и норильчане, и специалисты управления городского и жилищно-коммунального хозяйства. Проводится ежедневный мониторинг. Елена Степаненко, Андрей Казак, Вести, Норильск. Вакцинация диких зверей от бешенства откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщили таймырские ветеринары. Препараты для пероральной иммунизации животных должны были доставить на полуостров еще в феврале. Для поселков Сындаска, Хита и Норильска в общей сложности закупили 7200 доз. Сейчас они находятся в Красноярске. Привезти груз на таймыр не представляется возможным. Нет средств на авиатранспортировку с особыми условиями хранения. Непонятно пока и то, как будет распространяться препарат. Закладку в тундре необходимо производить в зимний период, поскольку вакцина сохраняет свои свойства лишь при низких температурах. Сегодня рассматривается вариант доставки препарата в летний период на водном транспорте, оборудованном рефрижераторами. В этом случае иммунизация будет проводиться лишь осенью текущего года, как только установится холода. Самое обаятельное и привлекательное в преддверии Международного женского дня в Норильске состоялся конкурс красоты «Северная звезда-2019». Он проходит ежегодно. Изначально на звание «Мисс Северная звезда» претендовали 17 девушек. Но по итогам предварительного тура в финал вышли только 8. Как выбирали лучшую из лучших, расскажет Оксана Завгородняя. Первый тур – визитка. Кто-то из красавиц подготовил видеопредставление, кто-то рассказал о себе, выйдя на сцену. С четырех лет я занималась танцами, и если сначала это было увлечение, то теперь это стало частью жизни. Танцами занимается большинство из участниц, поэтому в творческом конкурсе были в основном хореографические номера. А вот Ева Бердник – вокалистка, причем со стажем, поет с четырех лет. Своим талантом девушка и постаралась покорить строгое жюри. А Ирина Лепшина прочла стихотворение о блокаде Ленинграда. Выбор произведения не случайен. Девушка призналась, что выступление она посвятила своей бабушке, в честь которой ее и назвали. Этим выходом на сцену Ирина осталась довольна, а вот интеллектуальный тур заставил ее понервничать. Для меня самым сложным был интеллектуальный конкурс, потому что мы заранее не знали, какие вопросы нам будут задавать. Многие вопросы были о Норильске, о прошлом и настоящем города. С ответом Анастасии Будрикас согласились все сидящие в зале. Самое грандиозное, наверное, событие, которое было в нашем городе, это когда подключили высокоскоростной интернет. Среди болельщиков – одноклассники и друзья участниц. Многие признали, что очень ждали этот конкурс, ведь он уже стал доброй молодежной традицией. Самого первого конкурса, он состоялся в 2015 году, получился большой отклик от девушек Большого Норильска. И с тех пор мы решили, что каждый год можно его проводить, и тем самым он стал нашей визитной карточкой. Финалисты конкурса красоты оценивают по нескольким критериям. В первую очередь девушки должны уверенно держаться на сцене и грамотно говорить. Это очень необычно, когда привык на сцену выходить как танцор и показывать, рассказывать танец. А сейчас ты должен преподнести себя, то есть рассказать, какая ты. Екатерина Абросимова справилась отлично и в итоге завоевала звание «Мисс Северная звезда-2019». Ксения Невидимова стала первой вице-мисс, Виктория Мухаметова – второй. Титулы получили и остальные финалистки. Мисс «Обаяние» Ирина Лепшина, мисс «Грация» Карина Дмитриева, мисс «Творчество» Ева Бердник, мисс «Креативность» Мария Куликова. А вот приз зрительских симпатий достался Анастасии Будрикас. Оксана Завгородняя, Андрей Казак, Вести Норильск. Вступили в силу новые требования к работе аварийных служб. Время на ликвидацию аварий существенно ограничено. Строго регламентируется и работа диспетчеров. Теперь, если квартиросъемщик не смог дозвониться, с ним должны связаться в течение 10 минут. Готовы ли коммунальщики работать в новых условиях, выясняла Мария Рудакова. Диспетчер аварийной службы Шонткида Елена Юрьевна. За день в аварийную службу управляющей компании поступает не менее 50 звонков. В обычные дни на линии дежурит один диспетчер. В дни пиковых нагрузок выводят второго. Всего в штате 6 специалистов. Работают по 12 часов. Телефон, по которому принимаются звонки, немногоканальный. Поэтому дозвониться в аварийку с первого раза бывает проблематично. Возникают сложности и у самих диспетчеров. Бывают не высвечиваются номера, бывает это. Люди не отвечают. Ищем. Бывает ищут адреса, телефоны. Квартиросъемщиков ищем. Не всегда все дома. Бросают квартиры. Телефонов нам не оставляют. Сегодня по всей стране вводятся новые правила работы аварийной диспетчерских служб. В соответствии с ними специалист должен ответить на телефонный звонок в течение пяти минут. Или перезвонить в течение десяти. Сообщить, когда будет устранена неполадка, сотрудникам необходимо в течение получаса. От мастеров и сантехников требуется приходить на вызов строго отведенное для этого время. К тому же в бахилах с бейджиками и удостоверениями, дабы избежать визита мошенников. На ликвидацию аварий дается минимум времени. Так, локализация поломок на внутридомовых сетях должна занимать не более 30 минут с момента регистрации заявки. Коммунальщики отмечают, для перенастройки работы им потребуется некоторое время. Однако уже сегодня ясно одно. Работать с учетом нововведений будет непросто. Многие квартиросъемщики, конечно, хотят, чтобы к ним в квартире ничего не проводилось, ничего не делалось. Моя квартира, ну, как бы, если у меня не текет, значит, я ни при чем. А инженерные коммуникации проходят во всех квартирах, да. Многие евроремонты сделают и не дают доступа. Это большая работа мастеров, чтобы уговорить человека. У горожан свой взгляд на проблему. В последний раз не дозванивался. То есть уже, слава богу, был сосед, который там работал, соответственно, сам со своего номера дозвонился. То есть, да, сталкивался с такими ситуациями и в аварийную не попадал. Не знаю, может, нехватка сотрудников там или наплевательское отношение, не знаю. За полчаса, нет, в такие рамки, конечно, никак не смогут. Там только причину надо иногда искать дольше, уйдет времени. Тем временем в Красноярском крае заработал консультационно-правовой центр по вопросам организации предоставления услуг ЖКХ населению. Телефон горячей линии 8 800 333 70 07. Звонки принимаются с 9 до 20 часов по будням. Выполнять новые требования закона, вступившие в силу в 1 марта, придется всем управляющим компаниям. Ведь за несоблюдение норм коммунальная организация может лишиться лицензии. Мария Рудакова, Александр Рябинкин, Вести, Таймыр. 7 марта в Норильске облачно, небольшой снег, метель. Ветер южный 8-13, порыв 15-20 метров в секунду. В горных районах 22-27 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 20-22. Днем 10-12 градусов ниже ноля. Редактор субтитров А.Семкин